У Франции и джихадистов появилось новое поле битвы – интернет. В этом видео, снятом по заказу французских властей, потенциальным добровольцам показывают, как на самом деле выглядит жизнь в исламском государстве. Но не проходит ли настоящая линия фронта намного ближе к дому? Вот уже многие годы во французских тюрьмах активно вербуют джихадистов. И январские нападения наглядно продемонстрировали угрозу, которую представляют ячейки экстремистов во Франции. В этом тихом парижском районе Шериф и Саид Куаши начали свой путь к экстремизму. Эта дорога ведет прямиком через французские тюрьмы. Шериф Куаши и третий предполагаемый нападавший – Ахмед Кулибали – отбывали срок в тюрьме, которая и свела их друг с другом с их будущим наставником – джихадистом, сидевшим за подготовку взрывов Парижа. Чтобы предотвратить процесс радикализации в тюрьмах, правительство намерено помещать джихадистов отдельно от других заключенных. По словам мусульманского капеллана города Экс-Ан-Провенс на юге Франции, такая схема будет работать лишь в случае полной изоляции радикально настроенных заключенных друг от друга. Полная изоляция – это хорошая идея, однако объединение радикальных заключенных в группы лишь будет способствовать созданию в тюрьмах преступных группировок. Такое поспешное решение проблемы властями может иметь очень опасные последствия. Фанатики могут превратиться в террористов. Местный учитель Карим Мактари отсидел 6 лет за нападение и вооруженное ограбление. По его словам, в тюрьме его пытался склонить на свою сторону один джихадист. Карим отказался, но в отсутствии настоящих духовных наставников другие заключенные приняли предложение. За более чем 5 лет, проведенных в тюрьме, я ни разу не видел мусульманского капеллана, который наставил бы меня на путь истинный. А ведь это прямое приглашение самопровозглашенным имамам распространять свои радикальные взгляды среди заключенных. Учитывая тот факт, что к французским тюрьмам приковано пристальное внимание общественности, а также то, что среди заключенных больше половины – мусульмане, власти начали программу обучения имамов французским ценностям, которые они потом понесут в тюрьмы. Франция – светское государство, но мы должны сыграть свою роль в обучении имамов, поскольку многие из них приехали из-за границы и не знакомы с французской культурой. Насколько государственные светские ценности имеют отношение к французскому исламу и тем ценностям, которые привнесли с собой иностранные имамы – весьма щекотливая тема для политических обсуждений. И обсуждения эти идут не только в мечетях, но и в самих государственных институтах, которые при этом находятся под усиленной охраной.